И всем привет, друзья! Вы на канале GameOver, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу, по бескрайней вселенной мира Space Engine, друзья. Сегодня у меня такая необычная серия, я думаю, надеюсь, что многие заметили интересную концовку на предыдущем моем видео. Короче говоря, ребятки, сегодня моя серия посвящена одной интересной звездной системе. Конечно, вы все ее знаете, это система Альфа Центавра. Но то, что находится здесь, это, конечно, необыкновенное, я бы даже сказал, открытие. Это планета Пандора, ребята. Это планета Пандора, да, это та самая известная планета из фильма Мира Аватара, друзья. Она существует, блин, и это кайф, просто это обалденно. Насколько мы знаем, друзья, что здесь якобы, ну чисто гипотетически, живет гуманоидная раса Нави. Или Нави, поправьте в комментариях. Но, блин, ребятки, я уже рассмотрел эту планетарную систему, и, блин, это просто обалденно. Так, ну давайте не будем затягивать, все по порядку я вам расскажу. Так, сейчас я немножко замедлю скорость. Так, давайте облетим эту планету Пандора. Кстати, планета Пандора на самом деле это спутник, то есть это, можно сказать, луна планеты Полифемус. Вот, то есть это такой у нас комфортный Юпитер, газовый гигант. Вот, и здесь обитаемая луна, можно сказать. Так, ну, конечно, да, она чем-то во многом, я скажу так, напоминает нам, я имею в виду Пандору, во многом нам напоминает нашу Землю. Но на самом деле, вот смотри, давай посмотрим по диаметру 11435. Ну, немножко меньше нашей Земли, атмосферное давление, в принципе, как на Земле, но я скажу так, что на этой планете гравитация немножко ниже, где-то примерно, ну, процентов на 20, чем на Земле. То есть, откуда, если, ребятки, вы смотрели фильм «Аватар», не буду ходить вокруг да около и долго рассказывать, вот откуда взялись парящие горы. Так, что по составу атмосферы? Так, почему-то гидросфера мне здесь не показывает. Вот состав атмосферы. Это азот, кислород, углекислый газ, ксенон. То есть, еще какой-то летучий газ непонятный. По температуре здесь, конечно, в принципе, комфортабельно, я бы даже сказал, 37 градусов парниковый эффект. А, вот температура 25 градусов. Ну, в принципе, хорошо. Так, давай посмотрим. Ну, и как ты можешь наблюдать, то есть, здесь есть материки с сушей. Но вообще, по идее, по фильму, суша преобладала над водой. То есть, океанов и морей на Пандоре было меньше, а лесов и различных, не знаю, полей на Пандоре было намного больше. Воды меньше, травы больше. Так, кстати, смотри, какие облака, да? То есть, ветра, блин, обалденно. Сейчас мы обязательно спустимся туда. Сколько у нас тут день идет? Солнечные сутки 30 часов. Прикинь. Это на сколько? На 6 часов больше, чем на Земле. Конечно, давай-ка сейчас, блин, я уже хочу спуститься на поверхность, блин, и увидеть, блин, аватаров, которые бегают там, не знаю. Ну, конечно, мы их не увидим с вами. Так, приземлиться на объект. Не-не-не-не-не, только не на воду, не на воду. Над океаном. Ну, блин, над океаном. Но здесь шикарный вид, согласись, здесь обалденный шикарный вид. Полифемуса видно отлично. Представляешь, как здесь, если так представить, как здесь сейчас летают вот эти самые летуны там, которые, как они их правильно называли, я не помню, короче, ребят, пишите в комментариях. Вот, но мир здесь, конечно, красивый. Красивый. Давайте куда-нибудь, я думаю, наверное, надо на сушу перебраться. Я не вижу смысла находиться в воде. Давайте на сушу. Да, вот смотри, реки, там текут озера, даже есть болота, возможно, какие-то, блин. Так, сейчас подожди-ка. Давай-ка вот сюда вот в горы, наверное, в леса. Так, скорость я немножко, конечно, сразу замедлю. Так, а сколько до поверхности, подожди, высота над поверхностью моря? Вот, давай где-то метров 300 оставим, вот так вот нормально, в порядке. И вот здесь, да, открывается уже, конечно, красивый такой ландшафт, я бы даже сказал. Так, это у нас Альфа Центавра, я так понимаю, А, да? Да, это, да, 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 это Центавра А. Блин. Что я хотел сказать? Давай немножко ускорим время и посмотрим смену дня и ночи. Так, наверное, можно даже немножко ускорить. Ух, смотри, как классно просто вращается, блин. Оп-оп-оп-оп-оп, стой-стой-стой-стой-стой. Ты смотри, как отсюда хорошо видно все спутники, блин, у... Блин, у этого газового гиганта, это обалденно просто. Так, а что здесь вообще еще по лунам? Так, луна, опианус, жаркая безвоздушная субтера. Слушай, интересно, а здесь есть еще луны с какой-нибудь жизнью? Так, я так понимаю, Центавра у нас зашла за горизонт, да, уже как бы ночь, наверное, скорее всего, или какие-то... Ну, нет, это сумерки, это сумерки, да, скорее всего. Конечно, Пандора, это не Земля, ее облик обманчив, я скажу так, намного обманчив. Азотно-кислородная атмосфера... Давайте ускорим сейчас время, я вам расскажу немножко. Я думаю, на фоне спутника вот этого, простите, газового гиганта будет смотреться обалденно. Азотно-кислородная атмосфера... Азотно-кислородная атмосфера, она здесь, на Пандоре, с очень большой плотностью. Вот, и в ней высокое содержание углекислого газа, где-то примерно 19, ну, наверное, 20 процентов. Давайте уж будем брать ровно 20 процентов. Вот, то есть, если бы мы находились бы с вами здесь, это быстро бы нас привело бы к потере сознания, где-то, ну, примерно секунд через 20, наверное. Ну, а смерть где-то приблизительно минуты через 4 наступила. То есть, блин, без какой-то специальной кислородной маски, либо, не знаю, противогаза там, ну, вы понимаете меня, дыхательный какой-то специального дыхательного приспособления. То есть, здесь находиться бесполезно на Пандоре. О, какие шикарные равнины. Не, ну, понимаешь, конечно, было бы круто. Блин, я вот в каждой серии практически говорю, когда, если я нахожу экзо какую-то планету, не знаю, с жизнью, там, блин, с растительностью, я всегда говорю, блин, как бы было прикольно, если бы разработчики, ну, хотя бы приблизительно каких-нибудь, я не знаю, гуманоидов накидали бы на планету. Это, конечно, бы смотрелось бы, блин, куда офигительнее, чем просто, ну, конечно, на равнины. Особой жизни ты не видишь. Так, о, подожди-ка, это у нас Центавра Б, кстати, да, смотри-ка. Центавра Б. То есть, у нас была ночь, сейчас, можно сказать, сумерки. Давай-ка на поверхность. Да, это, наверное, скорее всего, сумерки такие. Так, давай ускорим время. Здесь я скажу так, на Пандоре были бы, конечно, яркие, такие светлые ночи, я бы даже сказал. Так, то есть, сейчас Центавра Б заходит за горизонт. О, смотри-ка, да-да-да, ну-ка, стой-стой-стой. Две звезды на, блин, на рассвете, прикинь, Центавра Б и Центавра А, я правильно понимаю? Да-да-да-да-да-да, точно. Обалдеть, это шикарно смотрится, блин. Особенно на фоне, блин, газового гиганта. Стой, дай-ка я немножко подальше отлечу. Стой, стой, стой. Так, где нам примерно совершить нашу посадку? Так, сейчас я замедлю время. А то, как всегда, я все пропущу. Самое интересное и вам не покажу, естественно. Так, вот у нас одна звезда восходит. И сейчас должна зайти над горизонтом вторая звезда. Блин, ну, как мне поймать вот этот момент, чтобы они обе смотрелись на горизонте? Блин, ты посмотри, какая здесь шикарная растительность. Это просто колоссально, блин. Это обалдеть. Да, смотри, трава, кстати, у нас на поверхности прорисовалась уже. Две звезды и на фоне, блин, газового гиганта. Это, конечно, о, какие шикарные равнины, блин. Ну, блин, я сейчас просто кайфую от одного этого, блин. То, что я сейчас вижу, у меня дар речи пропал, ребят, серьезно. Смотри, какая красотища. Это просто вот, давайте режим самолета включим, наверное, и вот немножко вот так вот ускоримся. Посмотрим. К тому же, что я еще хотел сказать, ребятки. К тому же, в состав атмосферы Пандоры входит у нас еще и другой ядовитый газ. Это сероводород, который постоянно выбрасывают действующие вулканы на Пандоре. Так. Стой, стой. Давай-ка, наверное, вернемся в обратный режим. Давайте немножко пролетим над равнинами, я думаю. Ну, не так быстро, конечно. Куда так быстро нам не стоит лететь? Ну что, Джеймс Кэмерон, завидуй. Я на Пандоре. На настоящий, блин, Пандоре. Шикарно смотрится, согласись. Офигеть. Это неописуемая просто красота. Где-то там, наверное, сейчас бегает Сигурни Уивер, не знаю. Классно. Да, гор, кстати, здесь достаточно много на Пандоре. Ой, смотри, даже невооруженным глазом отсюда можно, кстати, смотри, разглядеть еще другие планеты в Альфа-Центавре. Это у нас теплый Юпитер Тоса. Планета Вулкан. Да ладно. Интересно, интересно. Я не знаю, есть ли смысл нам перелететь на них и посмотреть их. Но почему бы нет? Давайте по-быстрому глянем их. Так, перелетим к объекту. Да, вот такая вот у нас еще луна. Это, я так понимаю, луна Полифемуса, да? Вот действующие вулканы. Теплый Юпитер. Ну-ка, подожди-ка. Ну, практически ничем не отличается, блин, от Венеры, не знаю. Планета Вулкан. Интересно, почему она так названа? Потому что сплошные вулканы. Нет, это, это как я называю, это, блин, огромный камень. Огромный бесполезный камень. Оглыба. Так, где у нас наша Пандора? Я хочу к ней вернуться срочно. Я хочу к ней вернуться. Так, Полифемус. И наша Пандора. О, кстати, смотри-ка, тут есть еще один, еще одна луна. Луна Целтус. Так, температура минус 3 градуса. Минус 3 градуса. Ну, кстати, она чем-то напоминает примерно Пандору, да? И чем-то напоминает нашу Землю, я не знаю. Комфортная морская субтерра. Ну, видимо, там, может быть, какие-то тоже гуманойные существа живут. Может быть и нет. Блин, здесь, кстати, много интересных лун, блин. И они, причем, они все живые, ты прикинь? Они все живые. Ё-моё. Так, ну ладно, я, наверное, напоследок, напоследок, я хочу посмотреть еще раз. Оп, отлично, приземлились. Посмотреть еще раз смену дня и ночи на фоне. Оу, да ладно, мы над океаном? Классно. Блин, так. Ну-ка, стой, мне надо. Вот так вот, отлично, отключим этот вид. Крабовидная туманность, кстати, видно, обалдеть. А, знаешь, что я хотел посмотреть? Я хотел посмотреть, где наша звезда. Интересно, отсюда видно солнце? Так, это, наверное, на другой стороне. Давай-ка перелетим туда. Ну же, ну же, ну же, ну же, ну же, ну же. Оу, да, кстати, да, отсюда, отсюда, я скажу так. С поверхности Пандоры солнце можно увидеть. И причем оно светит яркой, достаточно яркой звездой в небе Пандоры, блин. Сколько? Четыре? Ну да, четыре световые года, блин. Классно, классно. Так, блин, где Полифемус? Я его не вижу. Так, давай-ка посмотрим еще раз смену. Времени дня и ночи. Ох, какие. Лутные облака, я бы сказал. Оу, смотри, даже днем можно разглядеть солнце. Ты прикалываешься? Обалдеть. Да, шикарно же, конечно, это все, ребятки. Это обалденно. Но, на самом деле, я повторюсь, на Пандоре преобладает суша, не вода. Поэтому я не знаю, почему здесь одна вода, блин. Там не было столько суши. Смотри, вулканы посреди прям океанов. Отлично, я на поверхности. Так, скорость-время мы немножко замедлим. Не, ну там, конечно, красочные были равнины. Здесь как-то не особо они смотрятся. Так, давай промотаем время. Ночь. Ну, не, стой, 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 стой. Ого. Блин, я не вижу Полифемуса. Что на другой стороне, блин? Видимо, да. Видимо, да. Ладно, ребятки, наверное, на этом я свою серию закончу. Всем, кому понравилось, обязательно пальчик вверх. Ребятки, подписываемся на канал. Впереди, блин, вас ждет еще много интересного и неизведанного, ребятки. Все, пишите свои комментарии. Пишите, что бы вы хотели еще видеть, что бы я бы снял. Еще раз всем спасибо. Колокольчик, пальчик вверх. Подписочка. И космос бесконечен. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok